Добрый день, дорогие мои друзья! С вами снова я, Светлана из далёкой Испании. Хочу немножко рассказать о нашей ситуации буквально в двух словах. Всё так же сложно, ситуация пока не улучшается, очень много жертв среди населения. И со вчерашнего дня правительство приняло решение закрыть все предприятия, которые прямым образом не относятся к поддержке населения. То есть работать могут только супермаркеты, продовольственные магазины, медицинские учреждения, полиция, естественно, военные учреждения и те службы, которые помогают населению в этот период. Всё остальное должно быть закрыто вплоть до 9 числа следующего месяца. Поэтому у всех много работы и можно заняться чем-то интересным дома. Потому что если не заниматься, вот как я уже третью неделю на карантине, реально можно просто впасть в депрессию, в какие-то психические расстройства. Потому что из окна видно, как плечется море, аллея приморская наша и всё пусто, туда выйти нельзя. Никаких прогулок, никаких путешествий, никаких вот таких интересных сборов с друзьями и тому подобное. Поэтому я как бы сижу дома и занимаюсь моим творчеством. И это, кстати, очень помогает. Так вот, сегодняшнее видео, ребята, хочу разделить на две части. Первую часть я буду показывать, объяснять, что я хочу сделать. Во второй части я покажу, что у меня получилось. И в третьей части я дам расчёт из всего того, что я сотворила. Я решила сделать именно так видео, потому что многим интересно посмотреть только идею, многим интересно посмотреть картинку, либо пряжу, либо конечные продукты. И остальным интересно, естественно, посмотреть на расчёты и прикинуть эти расчёты уже к своей пряже. Поэтому для каждого есть какое-то вот у меня время в моём видео. Итак, какое-то время назад моя дочь попросила меня сделать очень интересный джемперок, который она увидела в Инстаграм и прислала мне фотографию. Говорит, как будет время, мам, сотвори мне такое. Ну, думаю, ладно, сотворю, как появится время. И время неожиданно появилось очень быстро. И поэтому я решила, пока вот здесь у нас карантин, сотворить ей в подарок этот джемпер. Из чего он состоит? Он простой, такой интересный джемперочек с кокеточкой, с жаккардовой кокеточкой, на которой будут вывязаны вот такие интересные лисята. Узор. Узор я смотрела в интернете, смотрела много различных картинок. И только мордочка, лисёнок, лисёнок побольше, лисёнок поменьше. Здесь я уже, как бы, подобрала петельки и ряды, и всё это под себя сделала. И вязала кокетку вот такими лисятами. Лисята смотрят в одну сторону, хвостики вот здесь вот внизу, направлены влево. Но есть вариант, я сделала себе ещё один, когда лисятки вот так сидят парами, между ними меньше петелек, хвостики в разные стороны. И расстояние между парочками можно сделать побольше. Либо же можно по кокетке вырезать, вывязать всего несколько лисят. Это уже как вам будет угодно. Итак, я сделала вот такую схему. Кстати, схему эту я делала на сайте, который называется tamika.ru. Там можно делать цветные схемы и затем их распечатывать. Мне это очень нравится, очень удобно. И я часто этим сайтом пользуюсь. Итак, девочки, схема есть, идея есть. Теперь нужно подобрать пряжу. У меня в запасах много пряжи, и я решила использовать вот такую светло-мышиную красивую пряжу от Merino Gold. Она довольно-таки тонкая, на 100 грамм 400 метров. И вязать я её решила на спицах номер 3. И к ней же у меня было прикуплено пару моточков специально для вот этого свитерочка, если вы смотрели мои видео и помните. Merino Fine от Kati. Здесь 50 грамм на 160 метров, но этого моточка мне хватит не на один свитерок. Итак, когда у меня всё было подобрано, всё сделано, спицы приготовлены, я начала творить мою кокеточку. И вот сейчас во второй части я покажу вам, что у меня получилось. А дальше уже буду рассказывать, как я это творила. Итак, девочки, я на манекенчике показываю вам, что я уже сотворила. В принципе, я эту кокетку уже закончила и перешла вот на мою тушечку вязать вниз. Кокеточка у меня серого цвета, и лисята только оттеняют её в самом-самом низу кокетки, перед переходом на рукава и на тушечку. Значит, лисята состоят из четырёх цветов. Есть некоторые ряды, в которых нужно было провязать прямо четыре цвета вместе. Вязала всё это я, естественно, жаккардом без протяжек. Я потом в готовом изделии вам выверну и покажу. И, конечно, без протяжек вязать вот такое всё четыре нити немножко сложновато. Но всё возможно, если у вас есть желание. Итак, начала я мой джемперочек вот такой лодочкой интересной. Набрала побольше петель, чтобы лодочка чуть ли не спадала вот прямо сюда, к краю моего плеча. Я набрала итальянским набором, здесь красиво всё оформила. И затем пошла моей кокеткой. Кокетку делала я из секторов с прибавками, потом я вам всё это расскажу. И затем перешла уже на самих лисят. От лисят провязала подрез, я вам сейчас покажу. Вот здесь у меня провязан подрез и перешла на основную форму. Поверну ещё немножечко мой манекен, показать дальше. Когда, значит, закончила я здесь мою кокетку, естественно, здесь нужно провязать росток. Потому что, если вы не провяжете росток, всё это спереди подскочит вверх. И, в принципе, наш свитер не будет смотреться красиво вот так, как он и должен смотреться. За счёт вот этого ростка у нас свитер поднялся вверх, вот сюда, до нашей косточки. И смотрится очень-очень оригинально. Вяжу я этот свитер не оверсайз, как раз по размеру, на объём груди 90. И по бёдрам тоже 90. Я не буду вывязывать здесь талию, не буду убавлять. Сделаю прямой свитерок, немножко с разрезами снизу. И вот этой лицевой моей гладью. Рукавчики тоже провяжу лицевой гладью и сделаю манжетчик чуть-чуть побольше. Вот такого типа манжет, только сделаю побольше, чуть-чуть. Вот эта работа уже, как бы сказать, очень простая для начинающих девочек. И этот свитерок буквально, ну, я не знаю, до конца недели, если я ещё вяжу другие проекты, я его закончу. Так что моя дочечка будет довольна. Кстати, девочки, те, кто вяжет просто кокетку и не хочет вязать шаккард, вот такой расчёт кокеточки тоже вам очень пригодится. Он очень простой и очень быстро делает прибавки, расчёты и всё элементарно. Кто хочет вязать, кто не хочет вязать круглую кокетку, хочет вязать какие-то изделия со вшивным рукавом, вот такие вот красивые лисята могут оформить низ изделия перед вашей резиночкой. Либо буквально на каких-то детских изделиях один-два лисёнка тоже будут красиво смотреться. Я вам показываю только вот эту мою идею, как можно применить вот таких красивых пушистеньких лисят. И тем, кому интересно, тем, кому эта идея нравится, сейчас я перейду на стол и покажу расчёты, по каким вы тоже можете сделать такой орнамент. Хотя можно сделать, я видела орнаменты пандочками, волчатами, мишками, различный, различный орнамент уже на ваше усмотрение. Итак, переходим к нашим расчётам. Сразу предупреждаю, девочки, и говорила не раз, что я рисую уже вот прям художник от слова худо, поэтому уж не обессудьте, как я нарисую, но я покажу, в принципе, саму схему прибавок и всего того, что я делала. Итак, девчонки, что мы делаем самым первым образом, когда мы хотим вязать какое-то изделие, нам нужно рассчитать плотность петель. У меня из моей пряжи плотность 2 и 4 петли на 1 сантиметр. Я рассчитала так. У вас, естественно, вы вяжете из другой пряжи, посчитайте, сделайте образец, посчитайте плотность. Окружность груди. У меня окружность груди, вернее, у дочки 90. На 90 мы будем и делать расчёт. Итак, круглая кокетка по низу. Я уже говорила и неоднократно вам показывала метод, который нравится мне и как быстро рассчитывается. Объём груди 90. Умножаем на плотность вязания и на 138%. Естественно, 138 и делим на 100. У нас должен получиться результат. Итак, у меня должно быть 310 петель в конце кокетки. Дальше я уже буду смотреть. Чуть-чуть прибавить, либо чуть-чуть убавить. Это, естественно, можно сделать. Итак, есть мои 310 петель. Как мне теперь начать мою работу? Первым делом, девочки, я нарисую мою кокетку уже как смогу. Уже не обессудьте. И дальше буду говорить вам, что делать. Вот. Вот так, допустим, у меня кокетка. Здесь мне нужно провязать мою резиночку 2х2. Набираю я итальянским набором, как я и говорила, на мою лудочку, чтобы горловинка была пошире. Я набираю 180 петель на спицах номер 3. И провязываю несколько рядов. Дальше, естественно, у нас с вами должны быть 3 прибавочки по нашей кокетке. Ну, теоретически, если делать ее так, круглую кокетку. 3 прибавки. Как я буду их делать, эти прибавки? Я для себя поделю все это на небольшие сектора. Сектора я возьму по 13 петель. По 13 петель я возьму сразу 15 секторов. 15 секторов по 13 петель. То есть мне здесь нужно для начала 195 петель. Я прибавила 15 петелек здесь в первом ряду. Теперь мне нужно вязать кокетку дальше. И как же я делаю прибавление? Я себе мысленно по 13 петель поделила мое изделие вот так вот на мои сектора. Это, кстати, очень, как сказать, популярный метод вывязывания кокетки. Он есть в интернете, в инстаграм, в Pinterest, везде. То есть никакую америку я вам не открываю. Итак, в каждом секторе у меня есть каждая вот эта 13 петелька. Каждая конкретно 13 петелька. Их у меня 15 штук. Что я делаю? Через каждые 10 рядов, через 10 рядов, я прибавляю возле этой петельки, возле вот этой петли по одному накиду. Накид, 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 накид. И так делаю везде. На протяжении всей моей дорожечки я делаю по накиду слева и справа. Затем я эти накиды провязываю. Провязала 10 рядов, опять же, возле этой самой петельки, никуда не уходя. Возле этой самой петельки еще раз. Еще провязала 10 рядов, возле этой самой петельки еще раз делаю. Итак, у меня идут прибавки уже 30, 30 и 30. Из расчета, что у меня 195, и мне нужно прибавить 3 раза по 90, у меня есть 285 петель. Уже есть 285 петель. Мне нужно 310. Но я буду петель вот здесь набирать больше. Почему больше? Вот здесь добавлю еще больше петель. Потому что жаккард. И когда я делаю переплетение из 4 нитей, он очень стягивает в принципе вязание. Вязать нужно посвободнее и петелек набрать чуть-чуть больше. Я для себя решила, что у меня в моем вязании будет 17 лис и на каждый такой узор лисы мне нужно 19 петель. То есть в общей сложности мне нужно, чтобы вот здесь, буквально я тут провяжу 5 рядов, и мне нужно, чтобы здесь уже у меня было набрано 321 петля. Не 310, а 321, для того, чтобы я, девочки, могла хорошо провязать мой жаккард, не стянув ничего. И уже здесь я должна перейти на спицы номер 4. И провязывая здесь моих лисят, вот так вот я их нарисую, У меня их должно получиться 17 штук. Когда я закончила все это вывязывать, мне, естественно, нужно перейти на саму тушку. Я не буду делать ее широкой, за счет того, что здесь у меня больше петель. Эти петли, вы уже сами можете смотреть, здесь у меня лишние 11 петель. Их либо можно сократить и оставить так, как есть, либо передать в рукавчик. Передать в рукавчик, но не делая здесь шире, чтобы шло, как туника расширенная. И, естественно, здесь я сделаю подрезы, и все вместе с подрезами у меня должно быть 90 сантиметров. Ну, плюс-минус, хорошо, пусть будет 91 сантиметр. Не столь важно. И вяжу вниз. И еще до подреза, вы помните, что вот здесь мне нужно провязать со спины. Мне со спины нужно провязать росток. Росток опять, опять же, в зависимости от размера. Можно сделать тоже 10 рядов. Росток обязателен, чтобы изделие не подскочило здесь сверху. Вот когда вы все это сделаете, рассчитаете, продумаете себе всех этих лисят, представите, как они есть. Либо они будут так, либо они будут хвостиками в одну сторону, ваше желание. Вот тогда уже можно и начинать вязать этот модный джемперочек. Ну, а я на этом, девочки, с вами прощаюсь. Пойду посмотрю телевизор, еще повяжу, почудесничаю, потому что хочу быстрее и быстрее закончить свитерок и показать вам его в готовом виде. У кого есть какие-то вопросы, подробный мастер-класс по таким кокеткам, у меня есть в моем предыдущем джемпере, красивом джемпере фисташковом, где есть и кокетка, и тело, и расчет рукавов. На этом всем пока-пока, девчонки, и легких вам петелек!